Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отсюда осталось присловие «Ей Богу». Что это значит? Это «да» при Божьей помощи. Почему это очень важно, вот это добавление? Потому что когда человек клянется и дает обет, я обещаю, что будет так. В этом очень много человеческой гордыни может быть. Человек рассчитывает на себя в добром деле. И Господь может оставить его одного, со своими маленькими силами, немощами. И тогда у человека ничего не получается. Поэтому вот это «Ей Богу содействующую» «Господи, при Твоей помощи я постараюсь бросить курить». Почему это нужно? Потому что, как сказал апостол, «Все мне позволено, ничто не должно обладать мною». Курение, как и другие вот такие навыки и привычки, очень сильно разрушает человеческую волю. Вся христианская аскеза ежедневная направлена на что? На постоянное, многократное преодоление своих плотских желаний. Подемножку, по чуть-чуть, но много и часто. Причем в основном, допустим, как чревоугодия, которые основываются на естественном желании человека есть. А курение, во-первых, не является естественным желанием, а во-вторых, курение вредно. И каждый об этом знает. Поэтому каждый раз, когда я разрешаю себе курить, я тренирую свою волю на поражение. И потом, когда эта воля в каком-то более серьезном вопросе мне нужна, она не работает. Я, когда был подростком, я никогда не курил. Но я часто думал, а почему взрослые на этом так сильно зациклены, на том, что дети их не курили. Почему? Первое, что я увидел, это когда я служил в армии. Я увидел, как мои сослуживцы, когда мы были молодыми, то есть это вторые полгода службы, когда у нас все деньги отнимали дембеля, вот эти вот мои сослуживцы, друзья, ребята, они, не имея возможности курить, купить себе папиросы, они ползали в солдатском туалете по полу и поднимали недокуренные бычки. И радовались, большой радостью было, если там на две затяжки осталось. Или хотя бы на одну. И вот я понял, что курение — это огромный плен. Как любая страсть, это плен. Когда я был свободен, а ребята были не свободны от этого. Вот это во-первых. А во-вторых, я увидел, как курение действует на душу подростка и юноши. У меня был алтарник один из очень хорошей многодетной семьи, который закурил. Я пытался с этим бороться, но, к сожалению, вот внутри своего сердца он принял такое решение, что он будет курить. И после этого посыпалось все остальное. Он начал пить, он начал блудить, он создал семью неправильным путем, которая потом распалась. Вот это для меня, поскольку это дорогой для меня человек, это было очень большой скорбью. Но я реально увидел, как человек, прежде всего, потерял место в алтаре, потому что алтарник не может быть курящим. От него должен запах ладана исходить, а не запах курила. Именно вот поэтому с курением мы боремся. То, что касается обетов. Если вы дали, надо стараться выполнить. Если вы нарушили, это не значит, что теперь можно, допустим, пить и курить напропалую. Надо встать и снова идти этим путем. Вот святые отцы на вопрос ученика, который говорит, я пал, что мне делать? Встань, иди. Если я завтра опять паду, опять встань, иди. И так каждый день. Поэтому обет этот остается. Только надо сказать, Господи, у меня не получилось вспомнить слова Христова, без меня не можете творить ничего. И внутренней жизни своей нормальной мы не можем без Христа творить. И вот когда мы смиримся, когда мы смиримся и скажем, Господи, без тебя у меня не получается даже мое обещание выполнить. Вот какой я немощный. Тогда Господь придет, и вдруг человек раз и не хочет курить. Но об этом надо молиться Богу. Поэтому из «я обещаю ей, Богу содействующую», постепенно человек перемещается все больше и больше на вторую часть этого предложения. И при содействии Божьей может очень много преодолеть. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!